Правила этикета в тренажерном зале В тренажерных залах не раздают правила поведения, но это не значит, что внутри качалки не существует выработанных годами норм профессионального этикета. Впервые переступив порог качалки, тебе следует не только ознакомиться с техникой работы на тренажерах и выучить упражнения с гантелями и штангой, Не менее важно знать и выполнять негласные правила поведения на тренировке, чтобы тебя приняли в большую и дружную семью. Когда заходишь в раздевалку, здоровайся со всеми, а уходя прощайся. Не важно, что ты еще мало кого знаешь, важно, что вы все преданы одному делу, а значит перед тобой твои союзники, а в будущем и верные друзья. Не отвлекай человека во время выполнения упражнения. Если хочешь спросить, много ли еще подходов осталось или нужны ли ему еще гантели, подожди, пока он закончит сет. Не стоит помечать территорию, если ты собираешься сделать упражнение на тренажере через полчаса, не развешивай на нем полотенце или не оставляй бутылку с водой. Дескать, занято. Такой жадности собрать я не пойму. Не советуй, если тебя не спрашивают. Конечно, если ты действительно видишь, что человек вот-вот покалечится, стоит его предупредить. В других случаях держи свое мнение при себе, пока не получишь лицензию тренера. Пользуйся полотенцем, чтобы застилать скамью, на которой тренируешься. В любом случае не занимайся с голым торсом, даже если это не противоречит правилам клуба. Поверь, никому неприятно заниматься на тренажере, залитом твоим потом. Не стесняйся обращаться за помощью к тренеру. Нет смысла строить из себя всезнающего спеца, таковым не являясь. Тренер для того и присутствует в зале, чтобы помогать посетителям. И тебе от такого сотрудничества будет только одна польза. Не стоит пристально рассматривать тренирующихся людей, особенно девушек, выполняющих, скажем, приседания или наклоны с грифом. Может, такое зрелище и радует глаз, но помни, что ты на тренировке, а не в стрип-клубе. Веди себя достойно. Не стоит переступать через штангу, с которой кто-то работает. К суевериям данные правила не относятся, скорее это проявление уважения к тренирующемуся. Атлет как бы сливается со снарядом, и нельзя нарушать эту целостность. Когда решишься установить личный рекорд с максимально весом, обязательно попроси кого-то тебя подстраховать. Ведь ты еще не знаешь своих возможностей и не хочешь, чтобы этот рекорд стал последним в карьере. Верно? Обратись к тренеру или кому-то из опытных атлетов тебе всегда помогут. Помни, что спортсмены очень трепетно относятся к своим достижениям. Поэтому не стоит спрашивать мало знакомых людей в зале, на каком они сейчас в курсе. Или что он употреблял, чтобы стать таким здоровым. Придет время и секреты профи перед тобой раскроются сами. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok